Путин грозит миру ядерным оружием. 21 сентября во время обращения к россиянам президент России объявил не только о частичной мобилизации в РФ, но и намекнул, что готов нанести ядерный удар. Наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. Российские пропагандисты активно подхватили высказывания главы Кремля. В своем телеграм-канале Маргарита Симонян заявила, что Россия якобы не призывает к ядерной войне, а объясняет, что ей не оставили выбора. Вы сейчас всем так называемым западным миром осмелились воевать с Россией, с ядерной державой. Как вы думаете, чем это закончится, если у нас не останется другого выхода? Если война с Украиной перейдет в стадию ядерного конфликта, для России уже не будет позитивного сценария. Эксперты объясняют, Путин заблуждается в том, что нажатие красной кнопки способно переломить ход войны или заставить ее закончить на его условиях. Между тем моментом, когда Путин отдаст приказ использовать ядерное оружие, если он это сделает, и тем моментом, когда он начнет каким-то образом осуществляться, в этот момент с высокой степенью вероятности об этом приказе узнают Соединенные Штаты и их союзники. И предпримут соответствующие шаги, чтобы вообще не допустить этого применения. Ранее президент США Джо Байден предупредил главу Кремля, применять ядерное оружие не стоит. В интервью программе «60 минут» на телеканале CBS он трижды повторил «Не делайте этого» и добавил, подобные действия изменят лицо войны, как ничто со времен Второй мировой. «Вы думаете, я бы сказал вам, если бы точно знал, что это будет? Конечно, я вам не скажу. Это будет иметь последствия. Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от того, что они сделают, будет определяться, каким будет ответ». По мнению журналиста Washington Post, администрация Джо Байдена специально вуалирует предупреждение, чтобы заставить Кремль колебаться, пытаясь понять, каким будет ответ Вашингтона. Администрация Байдена в целом решила намеренно, расплывчато предупреждать о последствиях ядерного удара. Поэтому Кремль беспокоится о том, как может отреагировать Вашингтон. Из статьи The Washington Post. Эксперты говорят, что Путину уже дали понять, в случае применения ядерного оружия его и всех причастных приравняют к категории самых опасных террористов в мире. «Они окажутся вне закона так же, как самые страшные террористы этой земли, такие как Усама Бен Ладен. Это будет означать, что остаток своей жизни, все люди, причастные к применению ядерного оружия в России, будут жить жизнью Усама Бен Ладена и умрут не своей смертью». По словам бывшего командующего армии США в Европе Бена Ходжеса, в случае использования ядерного оружия России ответ будет сокрушающий. «Он, Путин, знает, что США придется ответить, если Россия применит ядерное оружие. Ответ США может быть не ядерным, но вполне может быть разрушительным ударом, который может, например, уничтожить Черноморский флот или российские базы в Крыму. Поэтому я думаю, что президент Путин и его окружение не захотят напрямую втягивать США в конфликт». Бен Ходжес, экс-командующий армией США в Европе. В интервью MailOnline. «Черноморский флот устаревший, западное оружие современное, поэтому уничтожить Черноморский флот не представляет никакого труда. Этого не делают, потому что нет прямой угрозы. А если Россия использует ядерное оружие демонстрационно, скажем, где-нибудь на острове Змеины или в аккаторе Черного моря, это дает повод другой стороне, считая Черноморский флот угрозой, потому что он может быть источником возможного ядерного удара». Если же Россия использует ядерный боезапас по одному из городов Украины, то НАТО получит легитимное право вступить в войну и полностью уничтожить российские войска в Украине. «Воздушная мощь НАТО позволяет это сделать. Были оценки, что в течение пары недель все российские войска в Украине могут быть уничтожены авиацией стран НАТО». У России нет оснований считать, что коллективный Запад капитулирует после демонстрационного применения ядерного боезапаса. Даже локального, считают эксперты. Единственное, что может ожидать страну-агрессора после такого шага – катастрофические последствия. Намного более серьезные, нежели капитуляция в Украине и деоккупация Донбасса и Крыма. Виктория Синько, Никита Бабенко для телеканала Freedom.